Всем привет! Новое видео на канале Gadgetmania и я поздравляю вас с началом осени и окончанием этого безумного лета 2020 года. Я возвращаюсь к съемкам видео. Это первое видео и, конечно же, оно будет про скидки. Конкретно на своем примере я сегодня вам расскажу о некоторых акциях в некоторых магазинах, в частности МТС, Связной и еще парочки, если вспомню. Давайте начинать. Поехали! В общем и целом, как мы любим говорить, осень начинается и летом были акции, причем в конце, в начале августа были вообще безумные скидки на некоторую продукцию от компании Samsung, в частности в МТС, промокодом и трейдином и еще чем-то в Связном можно было скинуть дофига. В общем, для примера Galaxy S10, кстати, наверное, они будут эти акции повторять, поэтому на всякий случай оставлю ссылку в описании. Промокодом они убивали цену и Galaxy S10 Plus можно было взять за 24 990, да, друзья, это на самом деле уникальная цена. В принципе, вы скажете смартфон того года, бла-бла-бла, но за эти деньги это лучший вариант. Итак, сегодня мы поговорим о компании МТС, интернет-магазине МТС, ссылочка на всю продукцию будет в описании, про которую я буду говорить в описании под этим видео. И в частности, если сейчас, по крайней мере у меня в городе, очень интересная скидочка, порядка 4,5 тысяч рублей на умный дом от компании Xiaomi. При этом мы получаем умный дом RST, то есть Global, это очень хорошо. Это, во-первых, не надо заморачиваться с настройкой умного дома, не надо слышать китайский язык, вы получаете официальную гарантию, в принципе, в крупном интернет-магазине. И вот это вот все, как любит выражаться один известный популярный блогер. Так вот, друзья, стоимость комплекта, который я сейчас еду, вот мой самокат, который я откатал почти все лето со мной, за исключением плохой погоды, я его буду забирать за 1990 рублей. Друзья, это очень хорошая цена. Смотрите, да, вот я сейчас отвлекусь, смотрите, начало осени, там желтенькое, все красивенькое. Получается, что за 1990 мы получаем по стоимости одного датчика, на Алиэкспрессе даже ссылок нет, цен таких нет, мы получаем, в принципе, стартовый набор, в который можно потом внедрять дополнительно всевозможные плюшки. Почему нет, скажете вы? Я с вами соглашусь, соответственно, еду сейчас, забираю этот набор, я взял две штуки, на всякий случай, может на продажу, может себе оставлю, может еще куда-то, может подарю. В общем, когда есть такая возможность, надо брать. Итак, официальная цена, кстати, посмотрел в Румикоме, по-моему, или, в общем, официальный якобы магазин Xiaomi в России, 5,990 на этот набор. МТС, как всегда, жгет и дальше продолжает жечь. Если вы сейчас пройдете по ссылке в описании, попадете на сайт, там надо найти игрушку «Пора в школу» или «Дорога в школу», играете в нее, очень простая, скажем так, казуальная игра браузерного типа. Просто надо походить, потом открыть три карточки, получить до 21% скидки на определенные виды товаров, в частности, на смартфоны компании Samsung. Что мы получаем за эти деньги? Мы за эти деньги, с помощью всех этих действий, получаем среднюю скидку, больше, чем сейчас есть по промокодам HOME13 и HOME45, которые работают, допустим, на момент съемки видео, это 2 сентября 2020 года. И получается у нас, что у нас скидочка 21%, у меня есть, если хотите, могу поделиться, если надо, пишите, если она мне до сих пор будет, соответственно, без проблем отдам. Получается, самый популярный среднебюджетный смартфон Galaxy A51 получается со скидкой 4800 или 4, как-то так, если он двадцатку стоит, 4800. А71 тоже популярный смартфон со скидочкой в 6 с лишним тысяч рублей, тоже получается, в принципе, неплохо. В общем и целом двигаемся дальше. У нас остается связной, о котором я упоминал. Сейчас тот же Galaxy A51 можно взять с неплохой плюшкой. А какой именно? А это вы берете за 16 990, но в подарок получаете Яндекс.Станция Мини, которая за собой влечет, соответственно, как минимум полгода подписки на Яндекс.Плюс. Ну здорово, здорово. Получаете смартфон и получаете, в принципе, неплохую Яндекс.Станцию. Если она вам не нужна, скидываете на Авито за трешку и получаете за 14 тысяч, опять же, самый популярный смартфон среднебюджетного класса этого года. Далее, двигаемся в Билайне. Билайн тот же отжигает. Ссылочку оставлю в описании. Что можно получить там? Естественно, всевозможные трейдыны, скидки, кэшбэки. Кэшбэков, по-моему, там нет, трейдыны. И что у нас? Что такого я в Билайне? А! Всем надоедливая реклама. Половинку сердца, а больше не надо. Ла-ла-ла-ла-ла. Вот эта вот штука, да, от Леонида Агутина. В общем, компания Билайн продает М31, М41, М51 и М71 полцены. Я сегодня ночью звонил, операторам уточнял, потому что я не понимал, как это происходит. А все очень просто. Надо на 5500 купить услуг связи. То есть, закинуть денег на свой номер, если нет, вам его, соответственно, дают симочку. Дальше на 2445 надо купить аксессуаров любых или услуг. И на 1050 рублей надо купить подписку на Амедиатеку. Но вы думаете, зачем мне все это фуфло? На хера оно мне надо? В принципе, не надо. Но стоимость смартфона не меняется. На Билайне получаем 5500, просто если вы абонент Билайна, соответственно, у вас там, ну, как минимум на полгода связь есть, да. Как максимум, если тариф там в среднем 3000, то, наверное, почти на год, как бы, или больше даже года. Ой, 3300 рублей или там 500 рублей. Если на 500 рублей, то получается, ну, на 9 месяцев где-то так. Прикольно? Прикольно. Помимо этого, в этом, этим летом убивал ценой ДНС, но сейчас ничего такого путнего нет. МВидео жгет и будет, скорее всего, жечь. В общем, буду держать вас в курсе, потому что я отслеживаю скидки в каждый день. В принципе, вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк или дизлайк. Пиши, Дональд Дак, если досмотрел до этого момента. Я вот в перчатках. Да, до сих пор все бушует. В общем, смысл в том, что еду за умным домом Xiaomi за 1990. Просто сказка. Поехали. Пиши, Дональд Два. А вы, наверное, заказывали-ка. У меня не перед заказом. Нет, я с Два заказывал. 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 У меня еще рюкзак есть. Сколько там по чеку получилось? 3,9,9. Ага. Да, да, да. Как раз под этот пакет. Спасибо большое. Ну вот, друзья, абсолютно новенькие, запечатанные две штучки. Одна здесь, другая здесь. Вы сами все слышали. И пока стоял, оплачивал, ну, думал там секунду-две. Это первый у меня в городе МТС вообще, как бы, ну, в республике Карелия. И так символично, что, ну, спустя, я здесь очень давно не был. Это район, где я всю жизнь вырос, как бы. И в 2000, по-моему, году, или в 2001, я не помню, здесь, соответственно, первую симку. Они еще тогда были желтые. И тарифная связь была многие из вас, если вы молодые и юны, многие из вас, наверное, не знают, что раньше связь была в условных единицах. Она не была в долларах, она была в УЕ, потому что в долларах торговать нельзя. А, собственно, в условных единицах можно, но условная единица приравнивалась к доллару. В общем, смотрите, да, будем обязательно распаковывать. Акции, какие я знаю, буду вам сообщать. Прикольная тема. Сейчас я на заставочку вот это все дело разучился снимать, нажал на стоп вместо этого. На заставочку это я сейчас все дело сниму. В общем, как-то так цена актуальна, поэтому ссылки в описании, если надо, кому-то, пожалуйста, приобретайте. Ну, а я, друзья, говорю вам до свидания, не прощаюсь, потому что у меня есть, что вам рассказать. Еще раз, подпишитесь на канал, если до сих пор этого не сделали. Напиши, что думаешь по этому поводу, напиши, что думаешь по поводу распродаж. Таких цен на актуальны или нет для вас, соответственно, категории товаров. Ну, а мне есть, что рассказать вот про вот этого Максима, потому что я на нем, спойлерну, проехал весь Крым. В общем, совсем скоро увидимся. Дональд Дак, всего доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...